Чувак стал мемным, популярным, я бы не сказал, что это хорошая популярность, но тем не менее. И хотите, чтобы я, чеченец, и все чеченцы, и весь этот мир признали Арцах независимым или армянским, хотя сами вы его не признаете ни армянским, ни независимым. Поэтому это лицемерие. Вы сначала сами... Тумсо, в Швеции кидают Кавказы таксистов? Я думаю, в Швеции вряд ли здесь. Здесь скорее приезжие обычно работают таксисты, а не кидают их. Ну, может быть, о чего-то не знаю. Тумсо смотрел про Мурада, который кинул таксистов. Слушайте, ну да, после прошлого эфира я посмотрел, я понял, кто это. Очень много мемов видел на эту тему, всяких смонтированных роликов, где он, типа, едет в такси из фильма «Такси», где он с ГТА, там, короче, что только про него не делают. Чувак стал мемным, популярным. Я бы не сказал, что это хорошая популярность. Ну, тем не менее, теперь он может, наверное, это как-то монетизировать, даже эту свою популярность. Ты говоришь, что не предвзят к армянам, но сам поддерживаешь Лизгин в том, чтобы они забрали свои земли, а тут ты считаешь, что Арцах и правду азербайджанский. Выйди на дебат с Александром и не убегай. АРМ, мы с Александром уже провели диспут у меня в Телеграм-чате, и запись этого диспута, полная запись у меня выложена на моем Телеграм-канале. Подпишись, послушай, мы об этом говорили. Что касается твоего вопроса про Арцах и попытка провести параллель с Лизгинами, Лизгистаном, то я тебе скажу, да, конечно, потому что это совершенно разные вопросы. Я поддерживаю Лизгин, потому что Лизгины говорят, что это их земля, и они хотят бороться за свою землю. Они хотят независимости, свободы, они хотят самоопределения. Лизгины сегодня нигде не самоопределены. А в вопросах Карабаха я на стороне Азербайджана, потому что Армения лицемерит. Нет, потому что Армения сама этого не говорит. Если бы вы хотя бы сказали бы честно, мы эту землю считаем своей и будем бороться за свою землю, чтобы включить ее в часть Армении. Потому что мы считаем, что это наша земля. И это территориальный спор. Если бы вы вот так сказали, то это было бы как минимум искреннее. Хотя я не считаю, что это земля армянская. Это как бы вопрос между вами, который вы спорите, вы должны там порешать. Но это было бы искренне. А вы ведь этого не говорите. Вы говорите, нет, это там они хотят независимое свое государство Арцах. При этом вы сами же это государство Арцах не признаете независимым. И хотите, чтобы я, чеченец и все чеченцы и весь этот мир признали Арцах независимым или армянским. Хотя сами вы его не признаете ни армянским, ни независимым. Поэтому это лицемерие. Вы сначала сами определитесь, свою позицию четко выскажите, чтобы весь мир увидел вашу искренность. А потом уже требуете того, чтобы люди вас поддерживали. Пока вас поддерживать никто не может. Хотя в целом вопрос Карабаха, я еще раз повторяю. Я считаю, что истина на стороне азербайджанцев. И вопрос о принадлежности этой земли. И в целом в теме этого политического конфликта. Но вы, чтобы получить поддержку от кого бы то ни было, сначала сами должны признать этого, либо его независимым, либо частью Армении. И бороться за это. А лезгин проводить параллели с лезгинами, с чеченцами. Ни чеченцы, ни лезгины. Мы не реализовали право на самоопределение. Вы его реализовали. У вас есть свое государство, Армения. Любой армянин в этом мире, если он хочет жить на своей земле, в своем государстве, он может сегодня просто поехать к себе в Армению. Ни один чеченец, ни один лезгин сегодня не может поехать. Ни в Чечению, ни в Лезгистан. Потому что не существует их. Сегодня и Чечение, и Лезгистан это Россия. Ну, где-то и Азербайджан. Поэтому это совершенно неуместный пример. Я хочу вам порекомендовать Армении и армянам. У меня нет к вам никакой предвзятости на уровне чисто таких человеческих отношений. Я знаю, что армяне, как и любой другой народ, среди них есть хорошие и есть плохие. Как и среди чеченцев. Но в вопросах политических нельзя подходить так, что типа Армения говорит так, а мы, ты не считаешь, что если Армения не признала, то армяне. Нет, дорогие друзья, так это не работает. В вопросах политических есть Армения и Азербайджан. И здесь не надо отдельных каких-то личностей упоминать. Так просто у меня к вам рекомендация, просто сами вынудите свое правительство определиться в этом вопросе, быть искренними. А потом приходите ко мне и просите, чтобы я изменил свое мнение, поддержал. И если деваться, то важно.